Привет всем! Вы на канале Настоящая Турция, меня зовут Алина. Сегодня мы с вами гуляем в Парке Победы. Мы с папой очень любим аэрохоккей, и когда его увидели, не смогли пройти мимо. Первая игра у вас чем закончилась? Счет? 9-8. 7-8? 9-8? 10-8. У меня, ну, 7-8 забила, а 8 упал. Мам, успевать с ней в стороне. Парк находится в центре промышленного района Ставропова, на улице Шпаковской, 111. Мы приехали сюда на машине, так как вокруг парка много парковок. Как оказалось, мои родители большие любители шаурмы. Я, честно говоря, в шоке. Раньше такого пристрастия у них не наблюдалось. Ну что ж, давайте пойдем попробуем шаурму, которую так полюбили мои родители. Но для начала давайте посмотрим на цены. Самая дорогая шаурма в этом заведении стоит 280 рублей. Кстати, шаурма фирменная, это любимая папина шаурма, а мамина сырная. Это шаурмичная, принадлежит сети ресторанов Очаг. Как видите, здесь шаурма поставлена на конкретный поток. Очень много клиентов идет, и видите, даже два человека не справляются. Мы уже заняли свой столик, и теперь ждем, пока нам принесут шаурму. А вот идет самый главный любитель шаурмы в нашем семействе. Папа несет нам поднос шаурмой, смотрите на это довольное лицо. Субтитры сделал DimaTorzok И так, такой ужин нам обошелся в 1120 рублей. Пока мы гуляем по городу, одна из моих невесток прислала видео, как ее семья готовит пекмес. Я часто говорю о ней в моих видео, мы вместе ездим на пикники, гуляем и вообще проводим много времени. Рядом она из Адеямана. Этот город очень пострадал во время землетрясения. Семья невестки также потеряла три квартиры, но у них остался дом с участком. О нем есть несколько видео на моем канале. На этих видео семья невестки собирает со своего участка виноград для приготовления пекмеза. Пекмез это уваренный сироп из фруктов или ягод. Благодаря высокому содержанию железа и кальция быстро улучшает состояние крови, повышает тонус сосудов, очищает их стенки от холестериновых пляшек. Также лечит затяжной кашель. В то время как мужчины собирают виноград, женщины перебирают гроздья винограда, удаляя листья и испорченные ягоды. Сейчас на видео мама невестки, а также бабушка, по совместительству свекровь мамы, перебирают ягоды. Сейчас на видео младший брат невестки. Выжимает сок из винограда, который находится в специальном мешке. Сок льется в чан, в котором будет увариваться. На протяжении уваривания необходимо собирать пену. После закипания нужно снять с огня, до утра оставить и снова поставить на огонь до закипания. А вы пробовали пекмез? А мы продолжаем гулять по парку. В парке огромное количество кафе, ресторанов, аттракционов для детей и взрослых, динопарк, контактный зоопарк, картинг, ипподром. Как жаль, что у нас в Эля-Зе нет такого количества развлечений и аттракционов для детей на открытом воздухе. В торговых центрах, конечно, можно найти развлечения, но когда они на открытом воздухе, это еще лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! По парку можно передвигаться на паровозике. Он катает как взрослых, так и детей. Также по парку гуляют аниматоры, которые развлекают детей в разных костюмах. Конечно же, дети не могут пройти мимо разноцветного и сладкого фрути-ленда. Мы обратили внимание на перевернутый дом. Похожее сооружение у нас было в Киеве. Называлось «Кабачок на бачок». И, конечно, я не могла не показать вам сказочные карусели, так любимые всеми из раннего детства. А сейчас вы видите аттракцион для взрослых. Для взрослых, у которых все хорошо с вестибулярным аппаратом. Прогуливаясь по парку Победы на одной из аллей, мы увидели настоящее украинское подворье. Колоритный ресторанчик «Курщавель». Заведение состоит из отдельно стоящих расписных хат с соломенными крышами. Такая интересная прогулка у нас с вами получилась в парке Победы. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!